Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тегмил и сам я, Артур Идиатуин. Азиатские фондовые рынки продолжили снижение в среду, так как похоже, что энтузиазм, связанный с торговым перемирием, уступает место беспокойства новых тарифов США на европейские товары и глобальное ухудшение индексов производственной активности. А Южная Корея, один из лидеров Азии по экспорту товаров с высокой надбавленной стоимостью, сообщила, что ожидает замедления экономического роста и объемов экспорта. Две трети экспорта страны приходится на региональных партнеров, поэтому ухудшение прогнозов стало сигналом о нарастании экономических проблем у соседей. Опоры во скромном росте американских фондовых индексов во вторник выступили секторы, ориентированные на дивиденды, такие как коммунальные предприятия и недвижимость, что может говорить о постепенном увеличении ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости, то есть сокращение расположенности к риску. Торговые перемирия между Китаем и США переходят в разряд латентных источников оптимизма, так как ослабление санкций против Huawei лишь заложило прочный фундамент для позитивного развития переговоров. Появление конкретных следствий и конкретных действий лишено определенной временной перспективы, так как предыдущие фазы обострения разногласий показали всю широту претензий США к Китаю. Оценки деловой активности в производственных секторах США и Еврозоны Китая, опубликованные на этой неделе, перехватили инициативу в руководстве рыночными настроениями. Из позитивных моментов данного ряда отчетов можно отметить лишь значение индекса ICM по производству и занятости, которые оказались лучше прогнозов. Все остальные индексы, как видно, не оправдали прогнозы. Замедление активности в секторе услуг Китая вызывает сейчас существенное беспокойство, так как даже во время активных фаз торгового противостояния США активность в данном секторе оставалась устойчивой. И позволяю предположить, что торговая война имеет ограниченный эффект, распространяющийся только на экспортных производителей, ну или на производство вообще. Сейчас же видно, что пожар перекинулся на уцелевшие компоненты экономики, индекс рассчитанный КХСИН, который объединяет производство услуги и отдельно услуги. Оба снизились, оба не оправдали ожидания. Причем индекс услуг у нас снижается несколько месяцев подряд. Торговое представительство США опубликовало дополнительный список европейских товаров на 4 миллиарда долларов, по которым будут введены новые пошлины. Ранее в апреле департамент ввел тарифы на 21 миллиард долларов европейских товаров. Последними жертвами тарифов стали европейские производители оливок, итальянского сыра и шотландского виски. Рост спроса на казначейские облигации США сопровождается пересмотром перспектив снижения ставки на 50 базовых пунктов. Шансы на исход начинают расти снова. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась до 0,722 тысячных впервые за 10 лет, оказавшись ниже ключевой ставки, установленной Центральным банком. Спрос на облигации растет, несмотря на решимость главы Банка Англии Марка Карни, повысить ставку в случае, если страна выйдет из еврозоны по мягкому сценарию. Трамп завел намерение ввести своего человека в управление ФРС, сторонника золотого стандарта Джо Ди Шоттон. В своей недавней статье Wall Street Journal она высказывалась за смену денежного режима, но с точки зрения практической ценности, особенно для Трампа, и интересной ее готовности снизить процентную ставку за довольно короткое время до 0%. Цены на золото отреагировали ростом на данную новость, кроме как повысился спрос на защитные активы, в том числе и золото, так как интерес действующих и потенциальных членов ФРС к использованию золота в денежной политике может иметь далеко идущие последствия для его роли в экономике. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.